Я расскажу, каким конкретно образом я это сделала. Хочу рассказать о том, каким образом я пришла к тому, что я не хочу в своей жизни работать на себя. Родилась я в принципе в семье не очень богатой, мои родители работали на заводе всю свою жизнь, вот так вот от звонка до звонка, и другой работы в принципе не знали. Когда-то меня даже хотели на завод свое время устроить, мама говорит, давай я тебя устрою, все будет классно, я говорю, не мама, спасибо, я как-то работать не хочу всю жизнь, но так вот на заводе. Росла я без отца, в принципе ни о чем не жалею, на самом деле это наоборот даже закаляет в какой-то мере, поэтому я думаю, что это в принципе такая нормальная ситуация. Почему я это говорю? Потому что я хочу подчеркнуть, что я не из какой-то там богатой семьи, у меня нет каких-то особых привилегий, статусов социальных там или еще что-то в таком роде, то есть особыми финансовыми посредствами я не располагала никогда. И собственно именно поэтому я и хотела всегда как-то начать зарабатывать для себя, помогать своей маме, потому что я в самого детства знала, что такое нет денег. Мне даже иногда было стыдно маму просить от Шанта, потому что я знала, что ей будет некомфортно отвечать мне, что у нее денег нет. И когда я уже стала так более подростком, я поняла для себя, что я не хочу, чтобы мои дети стеснялись меня о чем-то спросить или попросить, допустим, там, мама, я хочу что-нибудь. И для меня это стало такой для начала небольшой целью, чтобы я научилась зарабатываться на деньги. Именно поэтому я начала работать промоутером, раздавать листовки, на дегустациях стоять. Ну, это очень популярно среди молодежи, да, вот как подработки. Вот. И я вам скажу, что это на самом деле дело безумно неблагодарное. Это очень сложно. Платят за это копейки. И относятся вообще, как будто бы ты делаешь не какую-то работу, за которую тебе платят деньги, а как будто бы ты так и должен, так вот, ну, это в порядке вещей, да, что ты вот тут вот стоишь, в общем, все листовки раздаешь, вещи в общем. У меня был такой случай, когда я раздавала листовки от магазина одного, и пошел дождь, причем сильный дождь пошел. Я встала в переходе, думаю, укройся хотя бы в переходе от дождя, потому что листовки размокают, их невозможно держать, самой холодно, ну, нормально, да. И, в общем, ко мне подошел охранник из этого перехода и сказал, здесь листовки раздавать нельзя, уходи. Я говорю, ну, вы посмотрите, пожалуйста, на улице ливень идет, ну, как, куда я пойду? Ну, как, так, так? Он говорит, меня не интересует, здесь запрещено, все, иди, вот как хочешь. Я так подумала, ну, ладно, зашла в магазин, спрашиваю, говорю, вы знаете, вот так и так, на улице дождь, ну, вы же сами видите, а из перехода меня выгнали. Я говорю, можно я тут возле магазина пораздаю, потому что, ну, листовки мокрые, сейчас буду вообще непонятно что раздавать. А мне говорят, нет, возле магазина тоже нельзя, иди где-нибудь приткнись там на улице. Это я серьезно говорю, это было вот случай из моей жизни, ну, пошла где-то приткнулась, как-то там дораздавала, такой вот. Вот. Вот такая вот была у меня ситуация. Была еще одна забавная ситуация. У меня я работала промоутером на дегустациях в метро, когда я была еще студенткой, я на данный момент уже закончила университет, бакалаврат, у меня есть диплом. Вот, хотя на самом деле я понимаю, что он мне вообще никоим образом не нужен, вряд ли пригодится. Ну, если пригодится, то, конечно, здорово. Ну, в общем, суть в том, что я ездила после университета, несмотря на то, что я училась во вторую смену, я ездила после университета еще работать промоутером, на дегустациях, на дегустирование, там, пасту, и то есть, или что. И это был просто собачий холод. Я училась на международном туризме и управлении персоналом, именно, и на стартном виде. Вот. Моя специальность мне безумно нравится, и нравилась, да, я очень рада, что я на нее пошла, но я понимаю, что это мне не... что это именно как диплом, как бумажка, мне не пригодится вообще. Ну, так вот. И, в общем, работала я зимой, то есть это уже по умолчанию холодно, работала я в метро, и нас ставили возле отдела с заморозкой рыбы. И это было настолько забавно. А там банэ, это, в общем, открытые, они полностью набитые в дом, и ужасно морозят. Это было так забавно смотреть на людей, которые ходят, как колобки, и у них руки к телу не примыкают, потому что настолько много на них одежды, потому что очень холодно. И вот у меня есть даже фотография, как я работала там, это я у меня, наверное, сфотографировала, моя девочка, с которой я вместе там работала, в раздеванке. На мне на этой фотографии, внимание, две кофты, два свитера, сверху футболка, потом там сапоги до колен, да, и было холодно. Причем было холодно не то, что там просто взятка, а холодно до такой степени, что дрожал. И я так работала 6 часов. 6 часов в течение там нескольких месяцев, я точно не помню. Веду я все это к тому, что этот труд абсолютно неблагодарный, и здоровье свое тратить и время за такие копейки вообще не имеет никакого смысла. И после этого я подумала, что... Да-да, весело было очень. И после этого я подумала, что нет, все, хватит с меня этого всего. Пойду-ка я на настоящую, нормальную работу, где будет там нормальный коллектив, да, уже себе положено, стаж, там, и так далее. Ну, как все, в общем, привыкли будут. И устроилась я, значит, в магазин. Как только мне стукнуло 18, я устроилась на официальную работу в магазин, и скажу я вам, что это еще более, наверное, неблагодарный труд. Потому что работать 12 часов не приседая, ну, или 10 часов в лучшем случае, реально в лучшем случае. При этом, выслушивая какие-то оскорбления от покупателей о том, что мы там их дурим, получать за это копейки еще где-то, не дай Боже, штрафы платить, если у тебя какие-то недостачи, ну, это явно тоже не оплата. Не оплата за твое, но где ценное время, за то, что ты выкладываешься. Причем, что самое важное, наверное, для меня, это, я вообще очень позитивный человек, я очень люблю общение с людьми, и мне было бы очень важно, когда я прихожу на работу, да, и говорю, эгэгэй, всем привет, давайте классно поработаем, там, я не знаю, здорово проведем время, и будем улыбаться там всем покупателям, и себе, и всем. А на меня так смотрели, знаешь, типа, девочка, ты что, как бы, что ты, выскочка ты, или что, ну, то есть непонятно, как бы, да, то есть на работе это нормально, когда тебя подсиживают, когда, если ты пытаешься работать просто так, как ты должен, весело с настроением, тебя считают выскочкой, да, и, ну, какая может быть идти речь от удовольствия, то есть это явно не для меня. И я всегда, я всегда хотела вот так, чтобы мой энтузиазм воспринимался, и здесь я удивилась, что инициатива ненаказуема на самом-то деле, она здесь, наоборот, поощрима, меня это безумно радует на самом деле, потому что, да, ты заходишь в чат, говоришь, эгегей, давайте все поработаем сегодня хорошо, а тебе отвечают, эгегей, давай, давай, мы тебе поможем, и всем хорошего настроения, боже, как это здорово на самом деле, потому что даже, когда ты заходишь без особого настроения, оно просто автоматически поднимается, всем спасибо большое за это, конечно. Вот. В общем, если вернуться чисто к моей истории, да, как бы поработав вот так вот в магазине, я работала не в одном магазине, не один год, я поняла, что это тоже не вариант, и работать на кого-то я точно не хочу и не буду. Это привело меня к мысли о том, что мне нужно искать, как работать на себя. Я очень долго искала себя, я долго не могла понять, чего же я на самом деле хочу, что мне нравится, и я пришла к такой мысли, осознанию, что я вполне неплохо владею английским языком, я занимаюсь этим много лет, и это мое хобби. Я так подумала, почему мне превратить свое хобби в свой заработок, очень даже неплохо, да. И я начала этим заниматься, мне это очень нравится, я занимаюсь этим и по сей день, вот. Но в чем здесь камень прикновения? Он в том, что ты все равно зависишь от людей, у тебя нет как бы работодателя, ты сам себе хозяин, это, конечно же, безусловно, плюс, но все равно ты зависишь от людей. Например, сейчас лето, все на морях, у меня сейчас людей вообще нет, то есть я сижу без заработка именно от этого источника дохода. То есть, и опять же таки, я столкнулась с той проблемой, что я завишу от кого-то. Пиком мыслей на этот счет стало то, что у меня скоро будет свадьба, и те затраты, которые я считала, скажем так, та сумма, в которую я считала, что можно вложиться в организацию свадьбы, оказалось, ну, вообще недостаточно, не то, что там, чуть-чуть, но ее вообще недостаточно, категорически. И я говорю Стасу, ну, это муж мой в будущем, я говорю, слушай, может быть, я устроюсь там на работу, снова мне это, конечно, спасибо большое за это удовольствие, меня это, конечно, вообще не приличало, там снова куда-то идти, работать за копейки, неблагодарный труд. Я говорю, может, я куда-то устроюсь, ну, потому что деньги нужны, что делать-то? А он мне сказал, нет, сиди дома, развивай свой бизнес, там учись, что я ему на самом деле безумно благодарна, потому что мне это очень важно. И, ну, как бы, несмотря на то, что я осталась сиди дома, да, деньги-то все равно не идут. Я все равно начала искать подработку через интернет, не знаю, честно, я не помню вообще, каким образом, я забрела на страничку своего спонсора, вообще какие-то, через Китай, наверное, как-то я забрела на эту страничку, и выделила мне на стенке сообщение, что, там, предлагаю работать, потому что-то было написано редактирование текстов, перепечатка этих текстов, отправление их к людям, ну, что-то в таком роде, вот, и там поставьте плюсик, да. Ну, я поставила плюсик в комментариях, подумала, ну, что мне там этот текст отредактировать стоит, да, если я все равно ежедневно, да, сижу за компьютером и какое-то время трачу на интернет, там, на игры, еще там на что-то, почему бы и не. Вот. Кстати, по поводу, там, какой-то подработки в интернете, рерайтеры, сейчас это очень популярная тема, когда-то тоже думала ее начать развивать, но поняла, что это тоже не вариант, потому что работа за копейки, опять же таки, требует определенного навыка, причем немалого навыка, некоторые люди годами оттачивают это мастерство, и то не очень получается, вот, поэтому я поняла, что этот вариант тоже не для меня, хотя я попробовала вроде как. В общем, суть в том, что ответили мне на этот плюсик далеко не сразу, я так смотрю, день-два не отвечают, думаю, ну, ладно, не отвечаю, так и не отвечаю, а потом мы ответили, мне написали, скинули запись вебинара, сказали, добавляйте скайп для быстрой связи, я посмотрела вебинар, до середины, там, первые 20 минут, так смотрю, думаю, о-о-о, неплохо, такая мотивация, все классно, а потом я услышала слово Ари Флейм, и тут у меня пошла нотка такого сарказма, какого-то, я так думаю, ну, понятно, почему такая у меня реакция была, объясняю, потому что я уже не раз работала в косметических компаниях, минимум 3 компаний, в которых я была как консультант, я работала по старинке, ну, то есть, каталогами, да, там, предлагать, куда-то что-то ходить, там, спрашивать у людей, что вам надо, не надо, ну, и так далее, вот, но тем не менее, я досмотрела этот вебинар до конца, поняла, что тут что-то, наверное, в чем-то отличается, думаю, ну, ладно, господи, за спрос денег не берут, добавлю я этого, этого человека в контакт, в скальп, и пускай мне это расскажет, может, еще новое узнаю, мало ли, какая разница, все равно за компьютером сижу. Добавила я ее, вот, с таким сроками, вы себе не представляете, с какими сомнениями, с каким скептицизмом я писала ей эти вопросы всякие, особенно, когда она мне сказала, что там есть определенные условия, чтобы получить свои деньги, да, там, 150 баллов делать, или там, паспортные данные оставлять, боже, как я не хотела оставлять свои паспортные данные, думаю, что это такое вообще, вот, но, тем не менее, она как бы отвечала мне, помогала мне, и я подумала, ну, ладно, чего уж там, зарегистрируюсь, посмотрю, подумаю, может быть, действительно, из этого что-то получится, и, где-то после регистрации, я 4 дня, просто безвылазно, с утра до вечера, сидела, пересматривала записи вебинаров, изучала материалы, обучающие там, и так далее, я вам говорю, у меня просто такой хаз был в голове, это просто не передать, мне это снилось, хотя я и заснуть после такого не могла, очень длительное время, какой-то период, вот, и на самом деле, я просто безумно благодарна своему спортеру, и Ире Балаклеевой, за то, что она меня поддерживала, и поддерживает до сих пор, помогает мне, и спасибо огромное, нижайший поклон, и вообще, спасибо всем, кто есть в чатах, кто поддерживает, помогает, и Марине Брекаровой, конечно же, тоже, потому что, ну, боже, ну, я не знаю, тут, по-моему, комментарии никакие не нужны, просто огромное спасибо за то, что вы поддерживаете, помогаете, и пропускаете мимо ушей скептицизм, да, в самом начале, вот, ну, в общем, все это было очень интересно, да, как бы, использование всего того, что я уже давно знаю, каких-то основ бизнеса, фильм-секрет, там, и так далее, да, это все очень интересно и здорово, это первое, что меня зацепило, второе, что меня зацепило, это то, что нужно работать только через интернет, что не нужно бегать никуда с каталогами, это для меня было вообще что-то новое, я так подумала, ух ты, ну, что попробую, вот, но что меня именно зажгло к работе, да, то есть, что я поняла в нашей работе, в нашей работе главное, это зажечься, зажечься, найти себе какую-то цель, какую-то мечту, и вот именно тогда пойдет, именно тогда пойдет, найдутся все возможности, все найдется, что угодно найдется, но, ну, в общем, понимаете, о чем я говорю, и этой целью стала для меня, Анталия, Анталия, в общем, конференция, да, которая будет в следующем году, летом, мне про нее, мой спонсор сказала так, что, ну, ты еще можешь успеть, если там поработаешь, я так подумала, я так говорила, что это расскажите, она рассказала, я посмотрела, и я узнала условия, как туда попасть, и что там будет вообще в течение всей этой недели, и для меня это было вот все, вот как вот тут, вот знаете, как вот переклинило, что ли, потому что я вообще очень люблю изучать все, что касается нашего мира, наших стран, культур и так далее, и для меня всегда это было интересно, всегда мечтала путешествовать, и какой-то период, ну как, не какой-то период, да, а в принципе всю мою жизнь, для меня это была недостижимая мечта, потому что, как я же говорила, семья у меня небогатая, и то, что меня мама возила раз на море, благо мы живем недалеко от моря, да, мы раз в год ездили, каждый год, это просто ей нежащий поклон за то, что она где-то находила вообще деньги на эти поездки, вот, и когда я узнала, что просто выполняя свою работу, можно вот так вот поехать за границу, еще и получить за это деньги, там, какое-то вознаграждение, признание, все шикарно, классно, я загорелась, я загорелась, я всегда мечтала путешествовать, для меня, ну, есть мечта, да, вот я подобрала, сделала фотографии, здесь страны, в которых я хочу побывать, да, среди них, там, Япония, Франция, Австралия, Майорка, Италия, вот это, ну, такой прямой угольничек плоский, да, и Аляска, справа, справа внизу, вот, и я просто, в этот момент я поняла, что именно эта работа, поможет осуществить мне эту мечту, что я действительно смогу посетить все эти места, что моя мечта, все то, что я визуализировала себе долгие годы, как я езжу, как я сажусь в самолет, я никогда не летала на самолете, я только могу представить себе, как это может выглядеть, я поняла, что все это может привести меня, вот, ну, вот к этому, просто вот к этому, да, это просто что-то невероятное, по крайней мере, лично для меня, в моей голове, может, для кого-то есть какие-то другие, там, ценности, не спорю, да, но вот это стало именно моим таким факелом, моим маячком, то, что меня зажгло, на самом деле, когда я пришла в проект, я вообще не ценила того, что здесь бесплатное обучение, ну, бесплатное обучение, это бесплатное обучение, знаете, даже как-то не задумывается, как будто бы какая-то дежурная фраза, ни к чему не обязывающая, ни меня, ни вас, но потом, когда я уже посидела здесь, там, неделю-две, да, поизучала, попересмотрела все эти вебинары, поняла, сколько труда людей, многих людей положено на эту работу, на то, чтобы протоптать эту дорожку, ну, это просто, по началу, да, сначала не верилось, а потом в голове не укладывалось, вот как-то так, поэтапно произошло, поэтому я вот хочу обратиться сейчас к новичкам, если таковые имеются на вебинаре, и хочу вам сказать, что, пожалуйста, ради Бога, цените этот момент, то, что вам дают возможность обучиться работе, которая поможет осуществить, на самом деле, мечты, которые когда-то для вас казались недосягаемыми, я не знаю, что еще ценнее может дать вам вообще абсолютно незнакомый для вас человек, вы работаете в интернете, где миллион людей, да, и среди этих миллионов людей есть очень неприятные люди, я с ними уже успела посталкиваться, пообщаться, есть люди, которые считают, что ты вообще делаешь одолжение, я им пишу, говорю, здравствуйте, там, туда-сюда, мне пишут, ну, и че, ну, давай, расскажи, как будто я тут пришла поплясать перед вами, да, то есть разные моменты бывают, но на самом деле, среди таких же людей, есть и хорошие, ответственные люди, которые действительно хотят найти что-то особенное в своей жизни, ну, вот как все мы с вами, да, которые сейчас здесь присутствуют, мы же каким-то образом сюда попали, правильно, ради каких-то целей, у них у всех есть, то есть нигде нет бесплатного обучения, ну, нигде, ни в школе, ни в университете, даже те же банальные тренинги, да, есть тренинги, до которые надо выкладывать просто бешеные деньги, реально бешеные деньги, и то не факт, что эти тренинги вам помогут, правда, а если вам дается это бесплатно, просто берешь и учишь, и все, то есть, и воплощаешь это в жизнь, да, естественно, больше ничего от вас не требуется, зажгите себе мечту, возьмите, выучите то, что вам дают, и используйте это, потому что это уже многих людей привело к тем целям, которых они давно вожделели, скажем так, приведет и вас, пожалуйста, только берите и делайте, вот, что еще хочу сказать по поводу проекта, то, что было лично важно для меня, это то, что здесь очень быстрый карьерный рост, я вообще не встречала ни одного места, ни одного проекта, где бы был такой карьерный рост большой, причем еще бы тебе помогали, я работала на работе в коллективе, в общем, в женском коллективе, я вам скажу, это страшная вещь, вот, женский коллектив, и на работе, это нормально, если тебя там как-то за спиной обсуждают, поливают грязью, подсиживают, или что-то в таком роде, я уверена, что здесь такого нет, потому что здесь тебя просто берут за ручку и ведут, если ты, конечно, как капризный ребенок, и дергиваешь эту ручку и говоришь, типа, нет, я никуда не пойду, вот все, вот не пойду я никуда, вы, конечно, кто вас потянет там дальше, если вы вот стали на месте, и все, а если вы поверите, да, и пойдете за людьми, которые уже достигли чего-то, и учат вас, как этому достичь, я думаю, что это получится, и я уверена, что получится и у меня, и у моего мужа, он уже подписан под меня, так что мы работаем вместе, вот, и что самое классное, что это та самая работа, которую легко полюбить, потому что на самом деле, она, она не многим отличается от обычной рутины, когда вы сидите за компьютером, да, есть чудесная фраза, что найдите работу себе по душе, и вам не придется не работать ни одного дня в своей жизни, вот, я верю, что это именно та самая работа для многих из нас, если не для всех вообще, вот, и для новичков, да, которые сейчас здесь присутствуют, я вам желаю, чтобы эта работа стала именно тем, что просто вот будет вам по душе, будет вам нравиться, а, далее, а, ну, в принципе, вот, если что касается, моей истории в данном проекте, вот именно вот так вот я сюда и попала, сейчас я на 6%, хотя я здесь меньше месяца, все говорят, что это вроде как неплохой результат, но на самом деле, я вам скажу, что я вот достигла не сама, я просто, ничего бы этого у меня не получилось, если бы не мой муж, если бы не мой спонсор, еще раз спасибо большое, вот, если бы не все эти люди, которые помогают и поддерживают, да, потому что, в сущности, я с предыдущего каталога работала всего лишь неделю, потому что остальные две недели от каталога, я просто сидела и учила, с утра до вечера сидела и учила, чтобы понять и разобраться в этом всем, и вот так вот получилось, я просто безумно благодарна, что я прохожу сейчас квалификацию на эту анталью, я просто вообще не сплю вечерами, и кручусь, не знаю, куда себя деть от радости, я уже просто вижу себя там, вижу себя там на сцене, как я вместе со всеми вами там провожу время, знакомлюсь, это для меня очень-очень важно, вот, ну и далее я хотела бы посоветовать, скажем так, несколько вещей, прежде всего, я бы очень хотела бы советовать фильм Мирный воин, возможно, кто-то его не видел еще, да, не знает, вот для тех, кто не знает, очень советую, посмотрите, потому что этот фильм, он, во-первых, основан на реальных событиях, он рассказывает о человеке, который стремился к своей жизни, в своей жизни, к определенной цели, и так уж получилось, что жизнь его сломала, каким образом, смотрите, в фильме анонс, вот, но, несмотря на это, человек не сдался, он просто, когда все просто сказали, что, ну, ты все, да, на него закрыли глаза, и сказали, что он мирный воин, на слайде есть картинка с названием, видно, нет слайд, наверное, видно, вот, ну, в общем, суть в том, что, когда все сказали, что, это да, это правда, фильм можно разобрать на цитаты, если говорить по цитатам из этого фильма, то основная из них, это то, что не бывает такого, что ничего не происходит, в мире всегда что-то происходит, не бывает необыкновенных моментов, не бывает ничего необычного, это можно применить даже к нашей работе, то есть, да, кто-то скажет, там, рутина, нужно сидеть каждый день, писать людям, там, и так далее, да, все равно вы же встречаете каждый день разных людей, и вполне возможно, что среди этих людей будут те люди, с которыми вы пойдете дальше, вот, а может быть, просто подружитесь, ну, всякое бывает, бывает, безрезультативный день, ну, ничего страшного, идем дальше, то есть, никогда не стоим на месте, и помним, что не бывает необычных моментов, да, еще чудесная фраза в этом фильме есть, выброси весь мусор из головы, вот это вот, наверное, самое-самое, важное и нужное, для всех новичков, я вам серьезно говорю, этого мусора в головах у новичков, ну, просто греби, не перегреби, вы же не обижайтесь, пожалуйста, на меня, новички, я сама такой была, с таким же мусором в голове, на самом деле, просто слушайте своих наставников, своих спонсоров, и выбрасывайте все свои сомнения, сопротивления какие-то, что это не мое, у меня нет времени, поверьте, это все оправдание, это просто все оправдание, если у человека есть цель, и он чего-то хочет, у него не бывает обстоятельств, оправданий каких-то, не хватает времени, там, или еще что-то, не бывает такого, это просто не бывает, если вы хотите, вы просто берете и делаете, и все, больше ничего не существует, вот не бывает, никак по-другому, вы либо делаете, либо не делаете, понимаете, и вот этот фильм, вот он именно об этом, то, что, если у вас есть мечта, то вы преодолеете все, для человека все возможно, это правда, это не то, чтобы, да, там, какая-то красивая цитата, это действительно так, человек может все, все, что человек может представить, он может осуществить, вот, так что всем настоятельно советую данный фильм, и я бы еще хотела рассказать вам одну притчу, возможно, кто-то знает, возможно, или нет, ну, так вот, значит, называется эта притча «Дерево желаний», состоит она в том, один человек, путник, очень долго шел по пустыне, очень-очень долго шел, был полностью изнулен, и так долго шел, что дошел до рая, рай, в понятии индийской мифологии, в общем, в индийской концепции, да, это дерево, дерево желаний, которое исполняет ваши желания, без каких-то временных промежутков, или условий, и так далее, то есть вы загадали, и вы сразу получили желаемое, то есть, и, в общем, этот человек дошел, вторая, сел под это дерево, и он был настолько утомлен, настолько голоден, что он подумал, вот бы мне сейчас покушать, и неоткуда вообще так вот, с воздуха, да, взялась еда, еда, шикарная, сытная, вкусная, свежая еда, и путник был настолько утомлен, что он даже не задумался о том, откуда она взялась, он просто взял, и начал эту еду есть, вот, и когда он насытился, он подумал, ох, как хорошо, боже, я наконец-то наелся, буду сейчас еще попить, и перед ним появился кувшин с вином, чудесное вино, да, там очень вкусно, он налил себе этого вина, и напился, ну, не в прямом смысле, да, ну, понятно, жажду удалил, удалил, и потом, когда ему стало легче, он вот так вот сидит и думает, хм, здесь что-то не так, это, наверное, как-то злые духи или призраки играют со мной какую-то шутку, и перед ним появились эти призраки, вот такие вот ужасные, уродливые, в общем, такие призраки, каких он сам себе всегда представлял, и он настолько их испугался, что подумал, о, боже, наверное, сейчас они меня убьют, и они его убили, суть данной притчи в том, что все наши желания, все наши мысли, все наши мечты, они материальны, и если вы мечтаете и думаете позитивно, то именно так в вашей жизни и будет происходить, именно хорошие вещи будут происходить в вашей жизни, вы будете встречать хороших людей, ваши желания будут осуществимы, и у вас не будет никаких преград, чтобы добиться этих желаний, но если вы загоняете сами себя в угол, если вы думаете, что, ну, у меня ничего не получится, да, или вы чего-то боитесь, боитесь делать первый шаг, так оно и будет, вы просто будете привлекать в свою жизнь негативные мысли, и, ну, и они будут материальны, в общем, осуществляться они будут, извините, не смогла выговорить, я еще вижу такой смысл в данной притче, что надо бороться со своими внутренними страхами, то есть по-любому всегда в человеке есть какие-то сомнения, сопротивления, какие-то страхи, да, человека сжирают изнутри, и хорошо, если вы этим всем делитесь, и есть кому вам помочь, но если вы ни с кем этим не делитесь, то эти страхи и сомнения просто рано или поздно вас сожрут, и вы так и останетесь просто в этом омуте каком-то, депрессии или еще, ну, не знаю, в общем, я думаю, вы поняли, к чему я веду, поэтому такое напутствие небольшое новичка, если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, страхи, у меня не получится, меня не поддерживают, я не знаю, это для меня новое, а может быть, это вообще не мое, зачем я сюда полез, во-первых, сами попытайтесь разобраться в своей голове, вы же уже сюда попали, значит, у вас были какие-то мысли до этого, которые вас сюда привели, а во-вторых, у вас всегда есть наставники, у вас всегда есть чат, всегда есть какие-то лидеры, которые готовы вас поддержать, которые готовы дать вам напутствие, какую-то мотивацию, которые готовы подсказать, что вы, возможно, делаете не так, почему у вас это не получается, и поверьте, если вы услышите, не то, чтобы просто послушать, а именно услышите своих спонсоров, своих наставников, то у вас все получится, потому что не бывает такого, чтобы человек, прикладывая какие-то усилия, ничего не получил, если вы прикладываете хоть какие-то усилия, то вы всегда придете к своему результату рано или поздно, знаете, как говорят, что не можешь бежать к своей мечте, иди к своей мечте, если не можешь идти к своей мечте, ляг в направлении своей мечты и лежи в направлении, то есть вот именно так и нужно делать, поэтому следующее, что я бы так больше, наверное, как-то быстро оставила, завершение, хотела бы сказать, что все в наших руках, поэтому их нельзя опускать, не опускайте руки никогда, потому что если вы опустите их сегодня, поверьте, завтра легче не станет, но если вы возьмете себя в руки и начнете действовать, как бы сложно не было, как бы там какие-то сомнения не поддерживают там родные или друзья, осмеивают или что-то еще, вы придете к какому-то результату через полгода, через год, и посмотрим, кто еще будет смояться через эти полгода или год, правильно? Вот, и я бы еще хотела сказать очень важную вещь, что кто никуда не плывет, для тех не бывает упутного ветра. Это я веду к тому, что чтобы достичь чего-то, мало просто этого желать. Конечно же, визуализация, желания, какие-то мотивации самого себя, это все очень хорошо, но если вы ничего не делаете для этого, у вас никогда ничего не будет, потому что если вы сядете на кресло и будете думать, вот, я хочу ламборджини, то у вас никогда не будет ламборджини, если вы не поднимете свою пятую точку с этого самого кресла и не пойдете что-то и не сделаете, чтобы получить его, правильно? То есть, именно поэтому нужно все делать в комплексе, нужно не бояться мечтать, нужно не бояться своих каких-то желаний, даже, которые вам кажутся, может быть, даже недостижимыми. Я вам серьезно говорю, я никогда не думала, что у меня вот так вот в бухте-барахт появится через год возможность ехать по границе. Вообще, еще и бесплатно. Ребята, такого не бывает. Ну, точнее, как бывает в нашем проекте «Экспрос карьера». Это самый настоящий путь успеха. Пользуйтесь этой возможностью, делайте все, что вам говорят и не бойтесь. Не бойтесь ничего, потому что вас всегда поддержат. Проверьте, всегда поддержат. Главное, умейте, научитесь слушать. Научитесь слушать и все у вас получится. Я очень рада, что я в свое время услышала своего спонсора. Честно, очень рада. Вот, так что, в принципе, у меня на этом сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я с удовольствием на них отвечу. Если они есть. Вопросов ко мне нету? Спасибо большое вам всем за вашу поддержку, за вашу помощь. Будем стараться подниматься по этой лестнице все вместе, потому что именно только так мы по ней можем подниматься. И чудесное, кстати, выражение, скажу, не помню, чья это цитата, что человек имеет право смотреть сверху, свысока на других людей только тогда, когда он помогает этим людям подняться. А у нас все всегда помогают друг другу подняться. Так что такие методы не рекрутируйте. Наталья, я рекрутирую на данный момент исключительно через социальную сеть ВКонтакте. Я вот буквально я уже давно на самом деле собираюсь еще перелез на бесплатные доски объявлений, но все никак не долезу, потому что меня вечно новички мои разрывают и не успеваю просто до них добраться. Но я ВКонтакте охватываю достаточно широко. Я там и на страничке и в друзья добавляю, и в группах пишу сообщения. Ну, ищу возможности, потому что хочу. Так, ну, я так понимаю, что вопросов ко мне больше нет. Спасибо всем большое, кто сегодня пришел послушать меня. По сути, еще зеленого такого новичка. Всем большое спасибо. Всем роста и успеха и хорошего настроения. Всем пока.